Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорт Анапа Джимате. Сегодня на календаре 19.03.2022 год. К сожалению, у нас сильный ветер забывает прям. И мы пойдем с вами сегодня смотреть на кривой проход. Это довольно-таки интересное место. Бываем здесь не часто. Погода, конечно, нетипичная для марта. Сегодня с утра лежал у нас снежок. Это, на самом деле, не очень прикольно. Надеюсь, что обзорчик вам будет понятен и приятен. В основном, наверное, все пользуются этим местом, кто приезжает в курортный отель Олимп. Но также здесь есть Олимпийская деревня. Тут дальше у нас находится фея. И он церковь может увидеть. У нас есть, но она частная. В нее просто так не попасть. Так вот, эти люди ходят оттуда-сюда. На Олимп курортный отель у меня есть парочку даже обзоров. Вы их можете посмотреть. Летом работы торговой ряды. Кстати, вот в этом году, точнее в прошлом курортном сезоне, не все точки работали. Не все было открыто. Основные товары, то есть магазинчики. Здесь на проходе рядышком кафешечкой и шашлычком. То есть все можно это получить. Также есть гостиницы. Но здесь было подтопление. Надеемся, что в этом году, конечно, такое количество воды не будет. И больше мы не увидим этих потопов. Но, как говорится, ничего особо и не сделано для того, чтобы это изменилось, к большому сожалению. Я помню, когда приезжал сюда и здесь было очень много водички. Ходил, так сказать, по колено. Потом приезжал еще в Зоре. Она по-пому называется. Тоже в лагере. Мы снимали территорию подтопленную, которая совершенно никак не поддерживала администрация, чтобы помочь. Они просили хотя бы там электриков, чтобы приехали, подключили. Но потом в итоге сами совсем разобрались. Именно вот в этом месте находится как раз таки кафе, в который можете прийти и поесть шашлычок. Но единственное на этом проходе. Раньше было еще одно, но в прошлом году оно уже не работало. Это у нас дюны золотые. Называется место. И лукоморье. Вот проход. Если где-либо отдыхали, то обязательно пишите, пожалуйста, ваши отзывы. Вот та территория, в которой мы проходим, она была подтоплена. В этом году с нее ждут изменения, потому что новые собственники зашли и сказали, что будет очень их много. Но это типичная анапская такая ситуация. Проход к морю с колючей проволокой. Чтобы вы понимали, где на курорте вы находитесь и не могли расслабляться. Здесь еще один ряд есть торговых точек, в которые можно прийти и что-нибудь прикупить. Огромное количество сувенирной продукции продается. Также мы здесь мохито пили вкуснейший. Но это вот территория раз таки дюны золотые. Вот здесь мы стоим. Это именно то место, откуда начиналось затопление. Вот видите, уже по стенам видно уровень воды, который здесь стоял. И воды здесь было очень много, потому что уходить и, в принципе, было некуда. Вот такая вот информация для тех, кто собирается нам приехать на отдых. Потому что, я думаю, вы ее особо больше нигде и не получите. Никто особо не хочет об этом рассказывать. Да и память у всех короткая. Начинается, наверное, самое интересное. На море нам не сюда, не в открытые ворота. А вот он. Такой, знаете, советский... Нет, нет, не советский. Давайте, а российский. Потому что в Советы всегда строили все широкие проспекты. Особенно новое планирование. Вот взять тот же самый пионерский проспект. А вот российская действительность приводит к тому, что все, территории по кусочкам продаются. И чудом остался вот этот вот проход между домов, дворов, деревьев, заборы. Все строят повыше, чтобы люди тут не мешали. И вот ты такой идешь на море. Заплатил там, цать, тысяч рублей. Кто-то там и миллион, да? За отдых идешь такой. Думаешь, блин, вот так ладно. Потериться не будем. Где я? Что я? Кто я? Просто без комментариев. Я прям хочу, чтобы вы прочувствовали весь этот кайф и удовольствие от прохода на море. Тут, конечно, деревяшки лежат. По ним довольно таки удобно бродить, ходить. Но от вот этого расписанного творчеством заборов не избавиться все равно. Они такие постоянно. Но зато можно узнать, кто здесь отдыхал, с каких городов приезжал. Это тоже довольно таки интересная информация. Но это наша вот все-таки российская. Вот прям чувствуется гордость за нашу страну, потому что вот такие проходы у нас. И взять, допустим, сейчас между Черноморцем и Одиссеей. Там также пытаются застроить проход. Очень бы хотел, чтобы администрация все-таки взялась за дела, которые там происходят. У меня у нас уже ПЗЗ определены и позакрывала все стройки там. Они как-то или по ночам там строятся. Приверзиться примерно в такую же вот фигню. Напишите обязательно в комментариях, как вам такие вот проходы к морю. Вызывают они вот прям желание приезжать на море или думаете нафиг наши курорты. Ну а дальше будет главное. Мы сейчас будем подниматься на дюны. Это довольно таки очень круто. Потому что обожаю ходить по дюнам. Наверное, может быть даже и ходить по ним особо нельзя. Но у нас их сносят тракторами. Поэтому я думаю, что мое, так сказать, присутствие на них ни к чему плохому не приведешь. Ты такой идешь. Море, солнце, облака. Сейчас уже в скором времени должен пойти закат. И поэтому картинка рисуется такая очень крутая. Можете сами увидеть. Если бы сейчас не эти холода, то я думаю, в скором времени уже бы начал у нас потихоньку покрываться почками. Хотя я думаю, он уже начал. Да, смотрите. Плохо серебристый покрывается почками. В скором времени должен зацвести. Ну вот эти вот заморозки и плохая погода. Конечно, приостановили все это действие и буйство природы. Здесь, я так понимаю, будут опять тракторами сносить проход к морю. Самая красивая картинка это, конечно же, когда ты проходишь все дюны и подходишь вот к этому месту. И запомните, как это сейчас выглядит, когда нет никаких строений, когда ничего не мешает взгляду обзору. Единственное, что могу сразу отметить, что пляж стал уже. Это при том, что сейчас ветер с берега, у нас север дует и никакой даже нагонной волны, в принципе, нет. Поэтому все именно в таком формате и останется. Красиво. У нас раньше было правило именно благоустройства, которое всех вот этих вот пользователей пляжей заставляли убирать все строения с пляжей. Походу они все-таки у нас как-то их изменили. Все пишется под бизнес, так сказать, не под природу. А почему это было? То есть они были написаны и придуманы именно не теми людьми, кто хотел зарабатывать на пляжах, а с учетом экологических норм. Потому что северный ветер сдувает песок вот этот, он с берега сейчас дует с дюн в пляж. А когда дует южный, он наоборот несет его в ту сторону. И походу вот именно из-за таких строений мы сейчас и видим, что пляж деградировал и сократился. То есть кто помнит летом, этот забор остался с правой стороны. Как раз таки, по-моему, пляж дюн золотые. И вы можете увидеть, насколько близко море подошло непосредственно к этим дюнам. Большая печальная такая ситуация с уничтожением пляжа. Причем уничтожением, ну, с самой руководством города, наверное, так правильно сказать. Потому что они же ездят, видят каждый день. И просто под кого-то приняли закон о том, что можно не убирать. И все остальные перестали это делать. И вы можете увидеть, как песок остановился возле этих строений. Да, и, собственно, как пляж уменьшился. Ну, как же красиво-то, а! Друзья мои, я вот смотрю на картинку. У меня прям душа содрогается, что мы такую красоту увидим. Здравствуй, море! Здравствуй, красота! И привет вам всем, друзья, кто нам только подключился, наверное. Потому что мы сейчас находимся на джемоте, коревой проход. И на шикарном закате. По-другому я это даже назвать не могу. От этого в душе прям сердце, знаете, так начинает стучать быстрее. Потому что такие эмоции дарит нам только море. И вот такие лучи солнца, которые в него заходят. Жалко, конечно, что у меня Даша забрала телефон. Я бы сделал супер красивое фото и порадовал бы Инстаграм. Ах, хотя Инстаграм уже не порадуешь, но Телеграм. Хорошо, Телеграм, кстати, подписывайтесь. Море Озб, будем рады вас всех видеть. Ссылочка в описании. Также ВКонтакте Юрий Озаровский. Яндекс Дзен Юра Озаровский из Анапа. Тоже добавляйтесь туда. А Рутуб пока не получается у меня освоить, чтобы он хотя бы хоть как-то заработал. Ну, в общем, красота. Дюн, море и виска. И радуйтесь, что море чистое. То есть вот в таком море я бы искупался. Водичка просто великолепная. Здесь продувает очень сильно ветер. Температура водички 4,5 градуса. Воздуха 3,9 у моря. Ну, я побежал. Надеюсь, что сегодня вы получили прям хорошее удовольствие от просмотра моря. Особенно вот с этим закатом. И всем желаю здоровья, счастья. И очень хочется с вами увидеться летом. Надеюсь, что у нас все это получится. С вами был Юрий Озаровский. Надеюсь, что порадовало вас сюжетом. Всем пока-пока и хорошего настроения. Самое главное, мирного неба над головой. С вами был Юрий Озаровский. С вами был Юрий Озаровский. Спасибо, Юрий.